Привет подписчики игр, я продолжаю, а точнее будет сказать уже заканчиваю играть в жутчайший Horror Outlast. После самосожжения отца Мартина, мой герой Майл Сепшер переместился на лифте из больничных коридоров в самый настоящий подземный бункер, где в общем-то и творятся все эти жуткие эксперименты над бедными людьми. Ну и в конце появился злой дух Валеридер, который наконец-то расправился с Громилой Крисом Уокером, а вот все что от него осталось. Ну и теперь мне предстоит уничтожить самого Валеридера, надеюсь это у меня получится с первой попытки. Да, да, знаю, я должен быть мертв, но какое везение? Я старею, чем грех, но еще жив. Все дело в Билле. Он заботился обо мне. Он вынул рак из моего желудка и залечил глаза. Пожалуй, он считает меня отцом. Наверное, даже любит меня. Ты знаешь, что значит этот символ? Он предупреждает о наноопасности, микроскопических машинах. Эта технология уже десятки лет. Специалисты Мерков нашли, как обойти проблему. Смогли превратить клетки человеческого тела в нанофабрики, производить молекулы, естественная функция клеток. Но с помощью психоматического управления мы научились точно создавать нужные молекулы. Разум одержал победу над плоти. Впрочем, зря мы, глупцы, полагали, что сможем держать это под контролем, творить такие опасные вещи, используя безумцев. Останови его. Убей Билли. Уничтожь то, что хранит ему жизнь. Его анестезию. Исправь мою ошибку. Никто не сможет выбраться отсюда, пока он жив. Ты должен убить его. Новая цель. Ну да. Мне сейчас надо будет как раз с ним покончить. Это один из пациентов, про которого мы как раз читали в записках. Мы уже добивались подобного в 1944 году. Те фашисты думали, что это духи. Я не стал прибеждать. Дал им перебить друг друга. Они полностью уверовали в загробную жизнь. Эмпирически дарованы им. Дураки. Бедный глянул. Он бы расплакался, увидев, что я сделал с его мечтами. Билли не хотел плохого. Это ребенок, лишившийся разума, но получивший божественную силу. А кто из нас не стал бы чудовищем в таком случае? Ты должен прекратить это. Но все должны умереть здесь. В Мерков знали об опасности, но их она не волновала. С корпоративной точки зрения, всем лишь определенные суммы в бухгалтерских книгах, а прибыль, которой обещал помести проект Валеридер, затмевала любые, пусть и прискорбные потери в лице кучки докторов и пациентов. Он будет разрастаться, если ты не остановишь его. Морфогенетический двигатель способен воспроизводить себя веками. Молю бога, чтобы тебе хватило сил положить этому конец. Покой. Вот чего я хочу превыше всего. Билли не дает мне умереть. Он даже не может представить, как это жестоко. Я желаю лишь смерти. Да, хорошо тебе так сидеть, рассуждать за бронированным стеклом. Чё-то ты не особо стремишься выходить отсюда. А вот мне придется разбираться с этим Билли. Ну, конечно, жалко. Он тоже своего рода эксперимент. Но пока, короче, его не замочишь. Этот Валеридер не успокоится. А здесь я, кстати, еще не бывал. Еще очередная жертва. Местный доктор. Вот я говорю, все проблемы из-за таких вот пердунов старых на инвалидных креслах. Ученые умы. Доигрались. И на бедного журналиста все это и повесили. Сделал репортаж, блядь. На всю жизнь запомнит. В общем, как-то тут пустовато. Вообще, заметил, локаций очень много, а делать на них нечего. Ну, кроме вот этих документов, да, что мы находим. Какой-то, может, интерактив вы они придумали. Я там не знаю, дополнительный. Типа, там, телеключить или радио. То есть, какие-то вот вещи активировать прикольные. Вот я почему и сравниваю это с первым хайф-лайфом. А потому что там Блокмеза. Это очень интересная локация. Там чуток на ней не происходило. Сюда я пройду, нет. Здесь еще все хуже. Ого, нет, 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 нет. Это он. Куда мне от него бежать тогда? Неугомонный какой. Он меня преследует. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Посиди-ка ты здесь, дружок. Так, я сюда, наверное, не попаду. Хрен поймешь. О, да-да-да, залезай, залезай, залезай. А он, интересно, умеет вентиляцию забираться? вроде с вами закрыто жуть смотрите с мужиком стало кошмар напополам развалился так он вроде возвращается на чует конечно он же не дурачок прекрасно понимает что я его убить хочу тихо 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 все 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 спокойно так куда направо да там закрыто интересно кто мне ворота открыл торт пердун что ли старый вот я и на месте сейчас еще здесь смотрюсь очень куча компьютеров всей этой аппаратуры но это видимо главная система отключите подачу жидкости из-за резервуара система жизнеобеспечения хорошо сейчас еще документ подожди подожди я хотел документ взять а ты че сделал возможно даже последнее что я здесь почитаю меры предосторожности паласе морфогенетического кондиционирования психиатрическое исследование марков правил эксплуатации палаты морфогенетического кондиционирования чтобы избежать причинения пациентов вреда бог жизнеобеспечения морфогенетического кондиционирования требует ежедневного осмотра всех жизненно важных систем система жизнеобеспечения 1 обогащенный кислородом перфодуглерод из резервуара жидкости для поддержки жизни необходимо полностью сливать и замещать на протяжении терапевтического курса обратите внимание что вещество содержит обезболивающий препарат и перерыв его подачи может причинить пациенту сильную боль что способно нарушить весь ход эксперимента система жизнеобеспечения 2 электропитание продублировано и обеспечивается генератором надлежащие заправку горючим и проверку состояния генератора должны проводиться ежечасно система жизнеобеспечения 3 случае аварийного отказа системы 1 и 2 включается бесперебойное питание блока поддержания жизни обеспечивающего его на минимальном уровне до прибытия технического персонала включение блока бесперебойного питания придет немедленной смерти пациента били вот он жаль тебя конечно но тоже в любом случае не жилец ой это же мой старый знакомый который всю группу постоянно где-то ходит да помните сначала у стены потом у нас чё нас потом забор был потом окно теперь вот еще пуль непробиваемая может что-нибудь не скажешь напоследок нет ладно главное не мешай давайте отсюда начнем саспенс конечно усиливается причем вот почему валеридер сразу не убил нашего героя да все не так просто на самом деле он ждал когда майлс нас смотрится всех этих ужасов для того он видит в этой больнице и как раз это позволит ему в него вселиться он просто выжидает нужного момента ведь я же все это читал не просто так там даже помните в кинотеатре вот эту запись между агентом с р.у. и доктор еще один документ современный прометей из личных записей доктора верники франкенштейн или современный прометей мэри шелли анонимно опубликован в 1818 году выдержка из главы 4 научитесь если не из моих наставлений то на самом моем примере как опасно владение знаниями и сколь человек скромный счастливее того кто стремится превзойти собственную природу понятно а а а а а отключите подачу тока лабораторные генераторы на все сейчас он придет ко мне ему это явно не по нраву бегаем 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 давай 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 закрываемся что-то майлз выдыхается что ли медленнее бежать теперь нам сюда наверх окна нет времени пролезаем хорошо что здесь еще свет есть да сохранение мне дали и теперь нам надо сюда забираться на самый верх давай 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 у нас все получится у меня же голова закружилась выбора другого нет прыгаем измаялся неплохой паркурщик выйдет что такое опять он как быстро долетает ну здесь можно отдохнуть немного таскать силы установить давай 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 сейчас и сюда придет отключите блок поддержания жизни били но все осталось сделать за малым возвращаемся это его немножко ослабил хоть дух переведу все возвращается делаем отсюда ноги быстрее быстрее быстрей за мной тогда давай пролезай пролезай уже двери закрывать бесполезно все равно так 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 ну ну есть прости дружище но выбора другого не было фига у меня швыряет как какой-то я не знаю spider-man а и все же мне удалось это сделать новая цель уходите да вы что неужели вы меня отпускаете били хоуп согласно медицинской карте били должно быть 23 выглядит он на все 50 тяжело прожитых он искорежен болью убить тебя значит проявить милосердие ну да выход тут все равно другого не было прости но в твоей смерти виноват не я а а ублюдки из корпорации марков такая знаете действительно на амбрелло похоже тоже денег у них много они все контролируют им не полиция не фбр не цру не указ и плевали они на всякую там этику медицинскую чё хотят то и творят все давай отсюда уходи быстрей надеюсь у тебя сил хватит ну ну давай давай а те конечно реабилитируется то потом долго будешь без двух пальцев остался еще и ноги на переломаны все не знаю как ты передвигаешься на них вот он выход привет мужики да они конечно так просто не отпустили теперь ты здесь хозяин теперь ты здесь хозяин местная охрана они убили майлза эпшера конечно им не нужны свидетели потому что он всему миру бы рассказал что здесь творится но самая жуткая не это а валеридер как раз не был уничтожен он освободился отбили и теперь нашел себе так сказать новое место для хранения это нашел героя после того он селился в майлза он всех уничтожил и спецназеров этих и доктора вырвался на волю окончательно судьба майлза эпшера она прояснится в дополнение в которое я тоже обязательно поиграю но там главным героем станет как раз этот информатор который отправил письмо в редакцию что здесь творятся эти жуткие эксперименты в общем это будет интересно такая параллельная история вот но в целом что могу прогрузкать она как хоррор аттракцион где постоянно кого-то там убивают где литры крови те скримеры бу эффекты в общем расчлененка действительно очень качественный продукт то есть адреналин так и прет когда играешь действительно страшно боишься вот ну как я говорил здесь очень большое влияние конечно сыграл фильм искать или могил который вышел намного раньше этого проекта то есть эта свишка с камерой постоянное включение ночного видения это все оттуда было вот единственное по поводу исследования локации я могу сказать что помимо документов каких-то записей поиска батареек здесь по сути больше ничего и не надо делать то есть такой геймплей он больше наблюдательный от игрока мало чего требуется просто там в нужных местах убегать и прятаться вот именно что стелс он здесь очень однообразный и мир игровой он никак не используется нами мы не можем там бутылку тоже взять куда-нибудь ее кинуть чтобы звук был враг там куда-нибудь ушел чтобы не сидели его по полчаса и не ждали в этом ящике ну конечно отказ вообще от экшена это очень спорное решение то есть если враги они вооружены там у них чего только нет труба металлическая и топор и тесак то герой к сожалению он вообще беззащитен но мне кажется можно было какие-нибудь коктаймы сделать или в определенных моментах использовать оружие я не думаю что это сильно бы разрушило эту жуткую атмосферу потому что есть много примеров когда очень страшно и при этом тебе дают там и пострелять и подраться я говорю кондемны тот же мэнхант можно вспомнить The Suffering Fear серия Crew of Fear Nightmare House все эти проекты не позволяли герою защищаться и никак это повторюсь не влияло на атмосферу но опять же такие личные претензии можно с ними не соглашаться хотел бы еще отдельно сказать по поводу PS4 версии я честно говоря ожидал большего но это ни в коем случае к сожалению не ремастер то есть графику они мне кажется лучше не сделали она не была плохая но каких-то изменений не увидел особых вот плюс еще есть проблемы которые перекочевались пока версии ну это допустим небольшие лаги подвисания в некоторых местах так сказать подгрузка карты такие моменты они мне кажется подвешивают оставайтесь с каналом спасибо что смотрели ставили лайки комментировать тоже не забывайте ну в общем всем пока то